приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 5 октября поговорим о том что нельзя ни в коем случае делать в этот день и на какие традиции и суеверия обязательно стоит обратить внимание итак друзья по народному календарю 5 октября отмечается день листопада или ионы листодера в народном календаре этот день по-другому еще назывался фокиным днем а вот православная церковь в этот день 5 октября почитает память одного из 12 малых пророков иоанна и мученика факи в эту священную дату верующий чтут память пророка ионы и почитают факу пророк иоанна был родом из гафли хефера на севере галилеи расположенного всего в двух часах пути от назарета в котором спустя примерно восемь веков жил иисус христос дошедшая до наших дней книга пророка ионы и входящая в состав ветхого завета согласно христианской точки зрения содержит пророчества о судьбах израильского народа страданиях спасителя и запустение иерусалима согласно преданиям иона ослушавшись бога провел чреве кита три дня и три ночи и хотя кит не является рыбой наши предки старались 5 октября не покупать и не ловить а тем более не есть обитателей водоемов пока происходил родом из города синоп и приняв христианство отличался ревностью в проповеди евангелия и благочестием в личной жизни за стойкость убеждений и верность религии пока получил сан епископа в период гонений на христиан со стороны римского и пирата трояна пока синопский был подвергнут мучением и казнен в 117 году также мученик пока считается покровителем утопающих и защитником от пожаров он стал епископом довольно зрелом возрасте и начал пропа и начал проповедовать христианство благодаря чему многих удалось обратить веру вы знаете на руси 5 октября называли несчастливым днем наши предки верили что в это время над землей господствуют злые силы которые несут порчу и болезни главным именно символом этого дня у наших предков была осина считалось что это дерево помогает избавиться от бед и несчастье из-за особенностей строения листья на оси начинают колыхаться даже от легкого движения воздуха и создается даже такое впечатление что дерево дрожит так появилась поверье о том что осина всегда находится на страже и является оберегом забирает любую боль неприятности отгоняет злых духов охранительное действие приписывалось не только самому дереву но и его веткам осиновые колышки вбивали в углы и фундамент при строительстве дома чтобы защитить его от всякой беды осиновый кол по народным поверьям был действенным средством против колдунов и вампиров знаменитое дерево из своей древесиной она плохо намокает почти не гниет и не желтеет поэтому из осины делали не только мебель и предметы быта но и купола церквей по традиции 5 октября люди ломали ветки осины и расставляли их по всем углам двора а также привязывали к воротам чтобы отогнать нечистую силу а чтобы защитить ребенка от хвори в этот день у него срезали ногти стригли крестом волосы и заливали все это воском затем этой массой замазывали щель в косяке входной двери и вбивали туда осиновый колышек верили что когда малыш осинку перерастет недуг с его тела обязательно уйдет считалось что именно с этого дня начиналась настоящая осень которая длилась аж до рождества христова к пятому октября завершался сбой сбор урожая редьки крестьяне начинали готовить из нее различные блюда согласно народным приметам если березовые листья к этому дню еще не опали то это говорит о том что снег выпадет достаточно поздно черемуха и клен которые уже избавились от листвы говорят о скорой зиме об этом уже говорят и заморозки в утреннее время также смотрели в этот день и на другие деревья если они они уже освободились от листвы то концу января стоит ждать продолжительную оттепель если 5 октября слышны раскаты грома то осень был теплый а зиму нужно будет ждать холодную люди которые заболели лихорадкой 5 октября проводили специальный обряд собирались силами и шли в лес чтобы найти там осину кланились и и вешали на нее свою нательную рубаху потом обнимали дерево и просили его забрать болезнь рубаху снова надевали на себя и если же у лихорадящего не было сил добраться до целительного дерева то ритуал проводили родственники бытовало у крестьян и поверья кто в день юанны убьет змею должен был ее повесить на осину иначе гад оживет и по следу убийцу своего найдет чтобы смертельно укусить конечно же знахари ведунь и 5 октября проводили различные ритуалы и обряды читали магические слова на осину от различных болезней в этот день у наших предков было принято подавать к столу редьку так как заканчивались его сборы и и запивали хлебным квасом и заедали луком с солью на листопадную было принято заготавливать ветки березы крестьяне использовали их для изготовления веников для бани если самочувствие было плохим ставили в комнату к больному букет из березовых веток день юанны и пока считался удачным для путешествий однако речь идет только о наземных поездках крестьяне опасались переправляться по вожде из-за печальной легенде о пророке и они в день святых иоанна и пока было принято ходить церковь и молиться о защите от утопления и пожара наши предки верили что так можно уберечься от любых напастей народе 5 октября прозвали еще и семейным днем почему потому что по традиции его обязательно нужно было провести с родственниками приглашали их на посиделки или наносили визиты сами конечно же в этот день были определенные запреты которые наши предки соблюдали как во время любого другого церковного праздника в эту дату запрещается нецензурно выражаться оскорблять кого-либо обижаться негативно мыслить и конфликтовать в этот день нельзя было и ругать ветер считалось выражение недовольство и гнева в адрес ветра могло привести к определенным болезням не рекомендуется 5 октября оставлять и кошелек пустым пересчитывать деньги особенно мелочь тоже не стоит считается что все эти манипуляции приведут к финансовым проблемам которые к слову могут возникнуть если в этот день дал дать в долг сумму его тогда возвращать деньги будут неспешно и неохотно занимать сегодня тоже не стоит это может негативно сказаться на денежном вопросе в целом нельзя в этот день бросать в огонь старые веники в этот день лучше воздержаться от рыбы иначе можно навлечь на себя беду не стоит в этот день ходите на рыбалку нельзя копать землю и наносить любой ущерб природе строительство тоже откладывали на другой день нельзя в этот день было вязать вышивать или работать с конец к с тканью 5 октября запрещалось и даже считалось грехом употреблять в пищу морепродукты это делали в память о пребывании святого иоанна в чреве кита также не рекомендовалось рыбачить запрещено было 5 октября разорять муравейники ругаться на ветер а также бить кнутом или палкой по земле по народной примете все эти действия могут стать причиной бури которая будет сходна с той которая носила пророка иоанну по морю в этот день не рекомендовалось также спать до обеда иначе могут начаться денежные проблемы поэтому так важно сегодня встать с первыми лучами солнца и постараться переделать кучу дел как говорится это зачтется в будущем а еще верили что нельзя 5 октября спать на чужой постели так как можно привлечь к себе болезни другого человека поэтому отправляясь в день юанны в командировку или на отдых во время которого придется ночевать в гостинице лучше прихватить свое постельное белье если уже вас нет такой возможности ты перед тем как ложиться спать необходимо прочитать молитву отче наш и трижды перекрестить постель тогда считается дурная примета не сработает зато хорошие приметы была упавшая в этот день на голову еловая шишка считалось что она принесет богатство а люди которые рождены 5 октября обладают прекрасным обаянием и часто становится душой компании а вот во время споров и разногласий люди рожденные в этот день к сожалению сильно раздражаются и могут наговорить неприятных слов собеседнику а в качестве талисмана и оберега людям рожденным 5 октября лучше всего использовать аметист друзья вот такие носами народные приметы на 5 октября сами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармония прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много ценные важные нужно интересной информации всех вам благ услышимся с вами в следующем видео